В историю современной России вошло немало подвигов рязанских бойцов в Афганистане, Чечне, Южной Осетии, Беслане. Губернатор Рязанской области Николай Любимов подчеркнул, что мы никогда не забудем наших ребят, героев Отечества, которые положили жизни ради мира и спасения людей. Он выразил слова признательности матерям, женам, вдовам героев России. Вы воспитываете достойных детей, которые преданы своей семье и своей родине. Ведь именно мама закладывает в человеке самые важные качества, любовь к близким, патриотизм, благородство, верность, честь и мужество. Благодаря таким замечательным женщинам, как вы, в нашей стране есть чем гордиться. У нас есть великие воины, отважные офицеры, солдаты, защитники отчизны и миротворцы. Я преклоняюсь перед каждым из них, перед каждой женщиной, которая здесь находится сегодня. Перед матерями, женами и вдовами героев. Пока в нашей стране есть такие люди, она будет великой. Предпраздничное мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Память героев». Матери, жены и вдовы героев России были отмечены знаками губернатора 125 лет со дня рождения Сергея Есенина. В преддверии праздника женщины рассказали о каком подарке они мечтают на 8 марта. Как и любая женщина, наверное, хочет, чтобы в ее семье всегда было все хорошо. Конечно, хочется любви, конечно, хочется хорошего настроения. Конечно, хочется, чтобы на нашей земле всегда был мир, чтобы всегда было ясное небо, чтобы мы никогда не отправляли своих сыновей туда, куда они надо. В течение вечера в адре женщин звучали теплые слова и поздравления. С музыкальными номерами для них выступали творческие коллективы. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».